Девушки с помпонами устроили спортивную битву на арене комплекса имени Султана Ахмерова. Один из самых больших залов города еле-еле вместил всех желающих поболеть и поучаствовать. За награды в двух номинациях и в трех возрастных группах спорили 20 команд из Твери и Москвы. Приехали очень сильные московские команды, очень хорошего, высокого уровня. И тем более для нас важно на домашнем турнире победить. Здесь, как говорится, дома и стены помогают. И очень важно, чтобы наши зрители увидели, что тверские команды очень достойны. Не только достойные, но и самые лучшие. Воспитанницы Тверской школы «Розовые пантеры» выступали в номинации «Чир» – акробатическом направлении черлидинга. Они уже становились победительницами и призерами первенства России. Понятно, что в родных стенах они не могли проиграть. «Розовые пантеры» собрали все золото соревнований своей номинации. «Чир» Дансинь оказалась равных воспитанницам Тверского клуба «Звезды». Чемпионки России и Европы показали все, на что способны и зажгли. Команды «Звезд» также одержали победы во всех трех возрастных группах. Для них, кажется, не бывает других мест, кроме первого. Вот рецепт успеха от триумфаторов открытого турнира Твери. «А сложно добиваться успеха? Что нужно делать? Как много тренироваться?» «Каждый день тренироваться. Да, тянуться. И стараться, конечно». Чтобы добиться успеха, стараться нужно везде. Но, пожалуй, только в черлидинге каждое соревнование превращается в праздник, в праздник для всех. «Очень большая предварительная работа была проведена для того, чтобы все это сделать. Но я думаю, что мы довольны результатом, потому что мы смогли привлечь и тех детей, которые пока еще не выступают на соревнованиях, в качестве показательных выступлений». «Прелесть в том, что это очень массовый вид спорта, что это команды. Посмотрите, как много болельщиков, как все поддерживают друг друга, поддерживают соперников, не только своей командой. И это здорово. Прелесть в том, что людей объединяет этот вид спорта».